Логически. Поначалу допросили, взяли данные, кто такой, откуда, где был, что делал, и все. Убеждание обмена или освобождение солдат украинской армии убирает улицы в Донецке. Их вывозят на принудительные работы для того, чтобы ликвидировать последствия обстрелов города. Ну и как сообщают РИА Новости, в результате последнего артобстрела сильно пострадала привокзальная площадь Донецка из здания старого железнодорожного вокзала. Один из снарядов попал в троллейбус, он загорелся, никто, к счастью, не пострадал. Более 130 тысяч человек с начала конфликта на Украине попросили статус беженцев или временной беженца в России. Об этом сообщает РТАС со ссылкой на Федеральную миграционную службу. Ну и сегодня поезд с беженцами прибыл в Читу. Более 250 человек уже расселили в пункты временного пребывания. Сотрудники МЧС помогли выгрузить и перевезти вещи, а также обеспечили психологическую помощь тем, кому нам было необходимо. Особое внимание уделяли женщинам с маленькими детьми и пожилым людям. Люди в нормальном, спокойном состоянии, понимают ситуацию, в которую они попали, поэтому организованы, собраны, плащ у детей нет, спокойно выходят на перрон, проходят процедуру регистрации. Беженцев расселили в два детских лагеря и две больницы. Помещение заранее оборудовали. Все вынужденные приселенцы пройдут медицинский осмотр. Опасной для жизни стала для жителей Казахстана обычная подготовка к новому учебному году. Родители бегают по магазинам в поисках нужной школьной формы. У каждого заведения свой стандарт одежды. И чтобы купить именно то, что требуется, люди выстаивают огромные очереди. И даже в обморок в них падают. Максим Драгнев увидел все своими глазами. Чтобы только войти в магазин, родители занимают очередь затемно. Ажиотаж у прилавков со школьной формой длится уже месяц. Она в дефиците. Швейной фабрики успели пошить одежду только для каждого третьего школьника. А без нее на уроки не пустят. Что за толкучка страшная? Бардак сплошной. Люди томятся с детьми. Надо порядок навести. Второй день мы приходим, никак не можем просунуться. Бабка за одетку, за одеждой стоят целыми семьями. Снять мерки, записаться на получение и забрать саму форму. От изматывающих очередей и духоты некоторые не выдерживают. Тот, кто добрался до вешалок с формой, может считать себя счастливчиком. Хватают все, несмотря на размер. Главное, что одежда соответствует утвержденному стандарту. По фигуре подгонят позже. Форму все равно приходится перешивать. Очень плохое качество, а еще такой ажиотаж. Продавцы говорят, для мальчиков форма еще не поступила. А директор говорит, поступила. Вот и понимай, как хочешь. Между тем, отечественные портные сидят без заказов. Одежду для учащихся все чаще везут из-за границы. Владельцы фабрик разводят руками не в силах повлиять на ситуацию. При этом уверенно заявляют, качество их одежды ничуть не хуже турецкой. А стоимость в разы дешевле. Максим Драгнев, Гульнар Жандагулова. Новости Содружества. Казахстан. Помимо формы, ручек и тетради, школьникам самим придется покупать и учебники. Кроме того, с каждого ребенка требуют спортивную форму и сменную обувь. Поэтому полный комплект влетит в копеечку. Гидрокостюмы, баллоны с воздухом и обязательно страховочный трос. В Таджикистане на водохранилище Нурекской ГЭС открылась водолазная школа. Погружаться с берега и обследовать дно реки новичкам помогают спасатели уже опытные. Но и азы водолазной Азбеки освоила моя коллега Вера Исмаила. Это водохранилище одно из крупнейших в бывшем Советском Союзе. Глубина 280 метров. Именно здесь водолазный пост Нурекской ГЭС. Здесь учат погружаться на глубину и работать в команде. Если мы проводим спасательные операции на водах, которые выше 2000 метров и где-то в районе полторы, это же совершенно усложненные условия. Инструктор Ахмон Рахмонов сейчас готовит водолазов. Говорит, еще 10 лет назад учить спасателей погружаться с аквалангом в Таджикистане было просто некому. Сам водолазному делу обучался в России. Мы обучаем их работать под водой. В тяжелых случаях, как вы знаете, у нас город Горний. Мы стараемся работать и в речке, и в водохранилище. Сюда обучаться водолазному делу приехали 17 человек. Разбились на две группы – действующие спасатели и новички. Для последних даже надеть снаряжение – задача непростая. Водолазный костюм вместе с грузом и компрессором весит больше 70 килограммов. Начинающие водолазы могут погружаться в воду на глубину до 12 метров. Каждого страхует опытный инструктор. Причем здесь не нужно лишних слов. Работает своя водолазная азбука. Большой палец вверх, подъем, вниз, погружение. Азбуку Джон Мухаммад знает. Он работает водолазом на этой ГЭС. Очищает водоводы, обследует подводные части сооружений. Но здесь он ученик, совершенствует навыки. Я погружаюсь в воду на глубину до 20 метров. Кроме этого, здесь я приобретаю навыки по спасению людей. Ведь с нами учатся и молодые спасатели. Тем, кто закончит обучение, дадут сертификаты. А в следующем году водолазы будут проходить практику на берегу Кайракумского водохранилища на севере республики. Вера Исмаилова, Байдалу Гаибов. Новости Содружества. Таджикистан. Сегодня жители Казахстана на время отложили все дела и заботы. Республика отмечает День Конституции. С праздником соотечественников уже поздравил Нурсултан Азарбаев и пожелал им мира, добра, благополучия и успехов. Сегодня в городах и регионах страны пройдут массовые праздничные гуляния. Центром торжеств станет площадь у монумента Байдарек в Астане. Вечером там состоится праздничный концерт, а завершится день фейерверком. В этом году День Конституции подарил казахстанцам дополнительный выходной, понедельник, 1 сентября. И по законодательству Казахстана, если государственный праздник выпадает на выходной день, то следующий за ним рабочий день является Днем Модуха. Первый текст Конституции хранится в музее первого президента Казахстана вместе с другими историческими документами. Добавлю с принятием Конституции. В 1995 году в стране установилась президентская форма правления. Казахстан утвердил себя демократическим, светским и правовым государством. А в Алматы праздник отметили массовым велопробегом. Сегодня утром более тысячи человек стартовали от лыжного комплекса Сунрак и проехали по главным улицам города. Длина маршрута составила более 10 километров. И по традиции велопробег возглавлял Аким города Алматы Ахмеджан Асимов. Ну и компанию ему составил олимпийский чемпион Александр Винокоров. Прямо на плоти можно вставать. И мы с вами победами, наверное, подталкиваем все больше и больше. Народ стоит активно. Сегодня 15 лет, поэтому мы породим. Погода прекрасна. Праздник всех. С праздником. Благополучие и счастье. Самые быстрые участники получили памятные призы. Аким подарил Александру Винокорову статуэтку в виде скакуна. Он также поздравил всех с праздником и призвал алматинцев вести здоровый образ жизни. Аким города пообещал, что в ближайшее время в Алматы пройдет ночной велопробег. Соревновались в эти дни и в Минске. Там в кулинарном поединке сошлись лучшие повара Беларуси. Готовили блюда из птицы, мяса и рыбы. Но зрители неистово болели. Но отведать вкусные шедевры довелось только членам жюри. Инна Соголович узнала несколько новых рецептов. У них есть 40 минут, чтобы покорить жюри. Именно столько времени нужно на приготовление блюда из птицы. Вячеслав Федюк готовит запеченную утку с грушей и лимонным соусом чили. Рецепт придумал здесь, на конкурсе. В прошлом году Вячеслав стал лучшим поваром Беларуси. У победителя свой секрет успеха. Выработал у себя привычку не создавать лишних движений и суеты, что экономит рабочее время, позволяет приготовить более качественное и обратное блюдо. В конкурсе участвуют больше 30 лучших поваров со всей страны. Жюри оценивают вкус, подачу, сложность приготовления. Среди судей именитые мастера из России и Украины. Здесь и легенда кулинарного дела. Президент национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин. Сегодня он строгий судья. Но волнение участников прекрасно понимает. Сам сражался в подобных турнирах в десятки раз. Я не боялся идти, чтобы подвергать себя опасности, что якобы что-то не получится. Я на это не обращал внимания. Я шел и делал. Те, кому колдовать приходится только на домашней кухне, тоже могли продемонстрировать свое мастерство. Например, посоревноваться в скоростном нарезании лука. Больше килограмма за три минуты – результат некоторых участников. Но большинство зрителей внимательно наблюдали за поварами и записывали рецепты. Ко мне подошло четыре повара, которые сказали, что благодаря комментариям жюри у них в голове все перевернулось, и они теперь просто полностью с нуля меняют свою кухню. Победитель Дмитрий Демидов получит возможность бесплатно учиться и стажироваться за границей. Впрочем, многие пришли сюда совсем не за победой, а за опытом, чтобы самому приготовить и блюда других попробовать. Ведь награда для повара – это умение превратить случайного гостя в постоянного клиента. Инна Сагалович, Вадим Трусов, Новости Сотружества, Беларусь. Это уже третий по счету кулинарный фестиваль в Минске. На мастер-классы и дегустация именитых поваров приезжают также гурманы из России, Украины, Литвы и Казахстана. А в Финляндии прошел музыкальный чемпионат, девиз которого – гитара существует только в вашем воображении. Главная цель исполнителя – максимально живо, красочно и по возможности профессионально изобразить игру на инструменте под фонограмму. Но при этом можно представить себя Джимми Хендриксоном или фронтменом любой из рок-групп. Многие люди считают игру на виртуальной гитаре глупостью. Наверное, им просто надо посмотреть подобные шоу. Тогда они поймут, как это здорово. Тысячи зрителей собрались в Финляндии города, чтобы увидеть финалистов из разных стран в борьбе за главный приз – электрогитару. Состязание артистов превратилось в яркое и красочное шоу. Но и в этом году чемпионом мира по игре на виртуальной гитаре стала японка Нанами Нагура. Добавлю, что соревнования в этом виде исполнительского мастерства проводятся, кстати, и в России тоже. УФА планирует провести реформу системы посева команд перед жеребьевкой групповой этапа Лиги чемпионов. Но и в первую корзину планируется включать действующего победителя турнира, а также чемпиона в своих странах. Несильнейшая команда по рейтингу, как делался раньше. Новости спорта прямо сейчас. Мария Шарапова продолжает победную поступь на открытом чемпионате США. По теннису в очередной встрече россиянка без особых проблем переиграла немку Сабину Лисицке. Для оформления путевки в 1-8 финала US Open Шарапова хватило двух сетов 6-2-6-4. Следующей соперницей россиянки станет датчанка Каролин Возняцкий. Фабио Капелло два месяца не получает зарплату. По информации газеты «Спортэкспресс», весь тренерский штаб сборной России по футболу третий месяц сидит, что называется, на голодном пайке. У Российского футбольного союза до сих пор не нашлось средств на погашение задолженностей. Изначально планировалось сделать это из премиальных денег, полученных за выступление на чемпионате мира в Бразилии. При этом руководство РФС в лице его президента Николая Толстых и генерального секретаря Анатолия Воробьева от комментариев на эту тему отказались. Напомню, с Фабио Капелло весной был подписан новый контракт до 2018 года. По условиям договора Капелло получает 7 миллионов евро в год, что делает его самым дорогим тренером мира. Петербургский «Зенит» открыл очередной уже девятый в городе магазин фирменной атрибутики. На официальной церемонии присутствовал главный тренер Андре Вилаш Бош и пять футболистов команды. Среди них и звездный новичок «Зенита» Хави Гарсия. Игроки вышли к журналистам в новой коллекции одежды и оставили автографы на одной из стен торгового зала. Ну а Хави Гарсия поделился с прессой воспоминаниями о бывшей команде «Бенфики», которая стала одним из соперников «Сине-бело-голубых» по групповому этапу Лиги чемпионов. Конечно, в лице «Бенфики» нам достался сложный соперник. «Зенит» ждут тяжелые матчи. Впрочем, и я, и наш тренер достаточно хорошо знаем эту команду. Не буду скрывать, для меня это будут особенные матчи. С удовольствием еще раз сыграл бы в Лиссабоне. Новый магазин «Зенита» площадью 245 квадратных метров расположен в самом центре города, на Невском проспекте. Помимо торгового зала, там будет выставочная площадка и мини-музей. Планируется проводить здесь встречи с болельщиками, а также временные и постоянные экспозиции. Сейчас на витрине кубок и суперкубок УЕФА, который «Зенит» завоевал в 2008 году, а также кубок России 1999 года. По данным коммерческой службы «Зенита», магазин будет приносить в казну клуба более 200 миллионов рублей ежегодно. И раз эти события через 15 минут не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Спускаемся вниз на глубину 15 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, холодно. Обещали, чтобы и тёплое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песок горячий, он забивается буквально повсюду. Всем советую заняться дайвингом. Как можно сильнее натянуть прямой локоть. У меня так и ничего не получилось. Даже рука заболела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 30 августа. Началась Северная война между Россией и Швецией. Эсерка Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. А на главной достопримечательности Парижа в этот день побывал 150-миллионный посетитель. Изначально Эйфелеву башню задумали как временное сооружение для парижской всемирной выставки. И планировали демонтировать. Но сооружение стало очень популярно. Железную даму спешили увидеть сотни тысяч людей. Недовольно дерзким проектом была лишь творческая интеллигенция Парижа. В мэрию постоянно приходили письма с требованием убрать это чудовище в гайках с улиц города. Шли годы. Сооружение оставалось на своем месте. А спустя десятилетия и вовсе стало символом Франции и самой посещаемой достопримечательностью мира. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok